всем отличного настроения меня зовут лариса вы на канале бесконечно захватывающий быт сегодня у меня должен получиться ролик с уже готовой сумкой я надеюсь что он получится потому что собирать я его буду вот сейчас уже в процессе съемки самого непосредственно ролика не могу назвать его мастер-классом потому что очень многие операции здесь я делала впервые я по какие-то этапы здесь я уже подготовила кучу всего да уже готового и буду вам просто показывать что я буду применять но как я это делала в этом ролике не будет если вам интересно полный мастер-класс по шитью сумки которая получится может быть она вам понравится и вы захотите повторить обязательно напишите потому что у меня в планах еще будет одна сумка похожего как похожей сборки но немножко другой формы и я обязательно сниму уже ролик от и до девочки я не стала снимать мастер-класс потому что очень многие операции повторю я делала впервые мне просто не хотелось попасть в просах но думаю что вы меня поймете а так я вам постараюсь все подробно объяснить что и как я делаю и так вот этот блок вы у меня уже видели в ролике я его собирала из полосок и квадратиков да если помните и был у меня дополнительный ролик с стежкой его где нет никаких объяснений ничего там просто я делала стежку вы видели там трехминутный ролик кстати такие ролики у меня на канале будут сейчас появляться периодически я там ничего не буду говорить там будет просто процесс кому-то может быть нравится просто понаблюдать за тем как происходит там стежка или какое-нибудь шитье поэтому такие ролики тоже не откидывайте дальше что хотела сказать что я шью вот такими нитками это полиэстер довольно большая толстая катушка и у меня есть одна проблема они очень скользкие и пришли скатываются и образуют петельки которые дергают машинку что я придумала чтобы избежать этого может быть у вас есть какой-то совет он тоже мне подскажите но я поступила вот так наматываю на шпульку и просто бросаю ее свою вот эту подставочку которая у меня есть вот она вот так лежит и спокойно уже свободное виде разматывается уже никаких петель и обрывов нет потому что получалось что тут как-то образуется какая-то петля дергается и могла нитка порваться мне это не очень нравилось вот я нашла такой способ в этом блоке как видите дополнение есть то что скруглен край с одной стороны снизу это дно будет сумки будущий закругление делала при помощи вот такого шаблона совместила его здесь с уголочком все лишнее отрезала вы представьте что ничего еще не отрезано да вот так совместила сделала разметку лишний уголок и получились вот такие вот закругленные уголочки это у меня лицевая сторона сумки к ней компаньоном я сделала дополнительный блок ролик наверное тоже может быть уже вышел со стежкой него ролик который без слов он аналогичный с одной только разницы что здесь я сделала сначала стежку по квадратикам до пришивания вот этих полосок потом сверху пришила полоски и сделала по ним тоже легкую стежку так он выглядит ткань очень интересная это какой-то хамелеон то есть вот мы смотрим когда он такой если угол зрения там или свет меняется появляется дополнительный цвет мне кажется очень здорово и у меня сумка таким образом должна как бы получиться двухсторонняя яркая с одной стороны и более спокойно с другой дальше сейчас я должна сделать сюда ручки ручки я уже конечно же сшила за кадром потому что я вам говорю что многие процессы делала впервые и буду показывать вам просто результат того что я сделала ручки вот такие вот обычные размер у них у меня получился текс самую чтобы знать так 55 сантиметров мне часто говорят что вы не пишите размеры есть у меня такое немножко я постараюсь добавлять их в кадр чтобы было понятно и так ручки я буду пришивать каким образом вот к этим полосочкам приложу ручки сначала вот так проложу строчки а потом отверну и прошью еще раз пару строчек и таким образом закреплю их с одной детали они пока у меня просто детальки и с другой и дальше покажу что делаем потом вот я пришила ручки уже как-то визуально видно какая будет сумка очень толстая ткань джинсовая прям вот я аккуратненько там прошиваю потому что много слоев сама ткань плотная использую иголку специальную для джинсы потому что ну прям вот ваши руки знаете дрожат голос дрожит потому что я не знаю получится мне лет надеюсь что все будет хорошо так теперь мне нужно соединить вот эти детали с деталями изнанки для изнаночной части я приготовила вот такие две детальки это бязь с синтепоном простегано обычным способом не свободно ходовой стежкой просто прямыми строчками сечение клеточки 3 на 3 сантиметра также здесь сделаны накладные кармашки здесь у меня три отделения и здесь вот так вот два отделения и теперь я соединю эти детальки между собой просто накладываю их друг на дружку изнанкой внутрь и прошью по периметру по всему периметру здесь вот ручки пришиты видите не до конца это специально сделано чтобы можно было сделать в конце обработку сумки то есть тут по сантиметру как минимум нужно оставить то есть сейчас я соединю соединю деталь изнанки и лицевой части и отрежу все лишнее вот у меня получилось две детали моей будущей сумки при соединении изнаночной и лицевой стороны обязательно учитывайте что кармашки должны быть сверху да потому что ну можно запутаться когда собираем что мне нужно сделать теперь теперь я буду обрабатывать эти детали косой бейкой говорю косой бейкой но она у меня конечно не косая это самодельная бейка я сделала из льняной ткани каким образом просто порезала на полосочки 3 сантиметра шириной и с одной стороны на 5 миллиметров заутюжила и проложила строчку для чего это сделала потому что это льняная ткань она настолько вот как змейка подвижная вся что я просто боялась что у меня не получится красиво удерживать вот этот заворот да поэтому я прошила такими нитками в тон чтобы было не видно и что я буду делать сейчас я буду пришивать с изнаночной стороны сначала эту бейку и пришиваться она будет только вот на эту часть то есть верх обрабатывать не нужно только вот на эту часть сумки где у меня тут второй нужный пришивать буду таким образом сначала ну разверну конечно ленточку сначала пришью с изнаночной стороны с припуском 6 миллиметров потом отверну и пришью на лицевую сторону ориентируясь по проложенной мной строчки не видимыми этими нитками в том прям по ним буду идти но уже нитками вот этими которыми я шью основную работу по лицевой части решила сделать это не с изнаночной стороны пришивать потому что мне нужно декоративный чтобы аккуратненькая строчка была ли все тут совпадало и таким образом обработаю вот эти детальки вот я обработала срезы так выглядит с изнаночной стороны тоже довольно таки аккуратно смотрится почему я взяла именно бейку льняную то есть можно было конечно и вот такими полосками сделать но я поняла что это будет очень плотный край то есть толщина джинсовой ткани она очень такая раза в два в три наверно ну два то точно толще чем вот те которые я применяю из льна работать более комфортно тем более что все вот так вот происходит вот так вот все происходит поэтому пока чтобы приступить уже непосредственно к сборке формы самой сумки мне понадобится конечно же деталь донышко как я его сделала это деталь прямоугольная была 86 на 8 сантиметров как я определила что это 86 потому что у вас размеры могут быть свои я взяла метр он гибкий и комфортный и просто вот эти три стороны детали измерила сколько они есть вот 86 сантиметров но конечно нужно добавить потом 3-4 сантиметра дополнительно в чистоте 86 сантиметров до должна быть у меня она вырезана показ запасом вот такая вот деталька вот видите тут добавлены такие хвостики и чтобы у меня сумка была не вот такой вот формы сбоку прямой а чуть-чуть сужающийся к верху я здесь просто сделала наискосок два сантиметра отмерила с одной и с другой стороны и на расстоянии 20 сантиметров от верха 20 сантиметров это как раз отсюда до низу сделал такой обрезала такой конус небольшой и сейчас мне эту деталь на то же самое нужно обработать такой же белькой и после этого я уже соберу сумку в одну форму вот я подготовила все донышко здесь края не обрабатывала потому что смысла нет они все равно будут эти излишки отрезаться и теперь самая какая-то вот такая неизвестная задача это нужно все это соединить в одну деталь для этого центр детали дна центр сумки определяем и вот таким образом нужно это все прошить можно прошить на машинке можно прошить на руках я сейчас скорее всего сначала сметаю это все вручную чтобы посмотреть форму а потом уже определить как я буду на машинке это все прошивать потому что она толщина получается большая или я это все на руках плотно сошью покажу вам этот промежуточный этап ну вот посмотрите я вручную пока собрала ручными стежками сумку чтобы посмотреть какую форму она получается все получается хорошо мне нравится эти остатки я пока не отрезаю решила прошить все-таки очень близко к краю прям в миллиметре на машинке думаю что справится моя джономка с этим швом толстым в принципе уже близко результат увидеть осталось мне после того как я прошью вот эти все края вшить молнию которую я обработала вот таким способом то есть я вот эти вот хлястики такие нашила сбоку и планочки пришила планки у видите не до конца а сантиметра по 2 они доходят до края чтобы потом вот эти вот хлястики можно было спрятать и у меня получилась такая сумочка замком в этот раз всему надо учиться я еще такие сумки не делал сумки мне это вообще тема новая то есть я постараюсь ее аккуратненько вшить после того как прошью края вот так же пришью ее с одной стороны затем с другой и после этого обработаю краю вот так по кругу весь вот такой же ленточкой но уже возьму ее шириной 4 сантиметра потому что 3 будет маловато чтобы аккуратно сделать край точно также пришью ее сначала с изнаночной стороны потом отверну на лицевую и провожу строчку такую же как и дело здесь и моя сумка будет готова я вам покажу что у меня получилось вот сумка которая у меня получилось уже сейчас могу спокойно без дрожи в голосе говорить что все у меня получилось все собралось хорошо единственное что я все-таки не сшивала и его на машинке не вот эти части не пришивала на машинке не вот эту обработку не делала потому что мне не понравилось качество я честно начала собирать проложила на машинке строчку увидела что она вся получается в связи с тем что очень узкое место и под машинкой неудобно вести строчка получалась но она была знаете такая неровная мне как-то это все глаз ломало поэтому я все распорола и абсолютно спокойно все прошила на руках и и вот эти вот части собрала ну и соответственно окантовку делала тоже на руках я ее набила сейчас там внутри бумагой чтобы показать вам объем какая она получилась сумка получилась довольно вместительная сейчас я покажу как она выглядит внутри вот если я расстегиваю сумочку свою там у меня внутри довольно большое отделение так вот как мне поймать так чтобы было видно ну то есть большое одно отделение кармашки на одной стороне сумки и на другой стороне сумки разные кармашки вот такая у меня получилась сегодня работа яркая с одной стороны спокойная с другой можно выбрать по настроению несмотря на сложность которая мне первоначально казалось что будет все получилось хорошо и даже наличие каких-то ручных строчек нисколько не испортило настроение потому что есть сумки у известных марок которые делаются вручную ну почему бы мне не начать с чего-то да может у меня тоже будет какая-нибудь известная марка если вам работа понравилась обязательно оставляйте комментарии все это очень нужно для развития канала и всегда об этом говорю подписывайтесь не забывайте и до следующего интересного и бесконечно захватывающего видео с вами была лариса звонка подождите у г у в в в а в Субтитры подогнал «Симон»